всем ваши ваши привет я очень рада видеть вас на своем канале сегодня в этом видео я вам расскажу побольше о себе отвечу на ваши вопросы которые вы мне задали в instagram я уже открыла вопросы и давайте уже начнем и первый вопрос юля кто-то по профессии где познакомилась с мужем первый вопрос кто я по профессии я юрист у меня высшее юридическое образование второй вопрос где познакомилась с мужем нас познакомил мой брат могу так сказать второй вопрос есть ли у вас мечта побывать где-нибудь или может изучить новый язык или еще что-то спасибо мечта у меня конечно же есть мечта как-то реализоваться в жизни мечта иметь что-то свое вкладывать в это дело именно свою душу что-то такое что я люблю сама очень ну не знаю и конечно же мне хотелось бы объехать все страны побывать в каждой стране узнать культуру традиции какие-то какие у них национальные блюда национальная одежда какие-то обычаи мне это очень интересно я обожаю историю и история это был один из самых-самых любимых предметов в школе и в институте то же самое у меня всегда была пятерка по истории и я просто обожаю это все и с удовольствием бы познакомилась с история из каждых стран именно побывав в ней следующий вопрос от анютки аннабель большой тебе привет анют мой вопрос как у вас городе обстоят дела женскими врачами если платные клиники длинные ли очереди и как врачи по квалификации у нас в городе нормально обстоят дела с женскими консультациями врачами платными гинекологами я сама уже много-много лет наблюдаюсь именно у платного врача-гинеколога я ее просто обожаю и только у нее я в общем наблюдаюсь постоянно регулярно два раза в год делаю полное обследование сдаю анализы узи ну как обычно это все происходит это все конечно платно к бесплатному нашему врачу-гинекологу я никогда не ходила и беременность тоже наблюдалась не у этого врача а совсем другого платных у нас медицинских кабинетов прилично и есть в близкой доступности к моему например дому есть такие до которых приходится добираться минут 15 я именно как раз у такого врача до которого нужно ехать и наблюдаюсь очередей у нас нет все происходит по записи я никогда не попадала в очередь в такую особенно большую если только врач потом отправляют на узи тогда добывает на узи очередь а так именно врачу все по записи то есть звоните записывайтесь и к своему времени приходите обычно я никогда не было в очередях именно категориям я не знаю как врачи разделяются но вот именно то врачи у которой я наблюдаюсь она меня полностью устраивает у нас неполное взаимопонимание и не знаю мне вот к этому человеку именно такие теплые чувства она меня вот именно притягивает как человек и я ей доверяю вот не со всеми меня врачами так происходит но вот именно как говорится нужно найти своего врача стоматолога и своего врача гинеколога и все будет жизнь хорошо принципе с врачами проблем никогда у нас не было так следующий вопрос сколько у вас подруг которые входят вам дом сколько времени и часто ли была потеря подруг из-за человеческого фактора у меня сейчас посчитаем сколько подруг который входит именно в дом четыре подруги именно которые входят в дом которых я очень ценю которых я очень люблю единственная подруга моя самая любимая она живет в липецке это достаточно далеко от нас но остальные подруги минимум я не могу сказать что они прям вот такие же подруги как она но я тоже считаю их подругами мы делимся какими-то своими переживаниями какими-то мелочами какими-то мыслями можем попить с удовольствием чайку посидеть и также я хожу к ним но тоже не очень часто и они не очень часто бывают у меня в гостях но тем не менее это те подруги которые я доверяю которые входят в наш дом и я с удовольствием просто их у себя встречаю в общем вот так могу сказать была ли потеря подруг потери подруг школьные подруги с которыми мы общались подруги детства просто они сейчас все разъехались и мы не общаемся общаемся только по интернету редко очень видимся но также видимся из-за человеческого фактор нет такого не было чтобы я именно потеряла подруг как-то по другим причинам кроме переезда нет такого не было так следующий вопрос как получается грамотно планировать семейный бюджет и второй вопрос не хотели ли вы открыть собственное дело если да то какое буду рад если ответить и как грамотно у меня получается планировать бюджет я не знаю очень правильно ли я делаю правильно ли я планирую в общем весь бюджет который у нас получается в месяц первую очередь мы платим за электроэнергию за газ за квартиру за все вот эти вот коммунальные платежи потом я распределяю что нам необходимо купить примерно на этом суп варится примерно на месяц что нам необходимо мы два раза в месяц закупаемся то есть на две недели сначала мы закупаемся и две недели то есть второй раз и остальные деньги я примерно знаю сколько у нас уходит на продукты сколько у нас уходит на кварплату но сейчас немного больше будет так как газ газа мы будем тратить больше нас индивидуальное отопление и мы сами регулируем температуру который у нас квартире поэтому сейчас уже холодно и соответственно газ будет больше по сумме раза в три и вот эти все расходы я знаю какая сумма уходит на эти расходы и сколько денег остается и тогда мы покупаем уже то что кто в принципе хочет у меня закрылись тут все мои вопросы хотели ли бы мы открыть собственный бизнес на самом деле у меня есть точнее еще года два назад мы думали с мужем насчет этого точнее он не первым как бы начал разговор на эту тему конечно бы хотели что-то свое иметь и я пока сейчас не буду голословить вот если что-то у меня получится я хочу попробовать если у меня что-то получится то тогда я думаю что я расскажу об этом если же нет то смысл освещать эту тему я в общем не буду следующий вопрос юля расскажи своему коте за лицом день и ночь я принесла те средства которыми я пользуюсь первое что покажу это вот такая вот мицеллярка от новосвит большой объем бюджетная она мне идеально подходит она смывает абсолютно любой макияж хоть темный хоть повседневный в общем она мне очень нравится если приобрела еще одну запас так что первое это мицеллярка затем у меня вот такой тоник от faberlic вербена он тоже мне в принципе нравится подходит он такой мягкий кожи не щипет покраснение раздражение не вызывает следующее тоже место тоника тоже заканчивается не вижу где здесь вот так осталось вот то есть по вот эту вот этикетку это натуральный тоник алоэ от мастерской лавровых потрясающий тоник это натуральные гидролаты я с огромным удовольствием их использую чаще всего использую на ночь чтобы кожа как-то вот именно питалась освежилась очень очень нравится у меня еще в запасах один по моему есть остальные я все подарила а был у меня их 5 я не держу не складирую себя никакую косметику я себе оставляю одно-два средства остальное я все раздаю поэтому мне абсолютно не жалко я не тот человек который трясется над каждой баночкой как кощей над златом чахнет складирует у себя огромные запасы косметики и пусть она будет просроченная но она будет у меня нет я не такой человек я все абсолютно раздаю и у себя почти ничего не оставляем запасов косметики практически вообще нет и может быть для кого-то это будет удивлением но вот именно у меня так поэтому меня еще есть один по моему с ромашкой если я не ошибаюсь остальные я все подарила очень хорошие тоники так дальше крем который я использую утром это вот такой новосвит гиалуроновый крем филлер для кожи вокруг глаз здесь вот такой крем там удобный носик у меня его где-то уже половина я с огромным удовольствием и пользуюсь он очень приятный он легкий он увлажняет кожу он немного как-то разглаживает кожа становится именно на веках на нижних такая бархатистая на нем ничего не скатывается в общем хороший бюджетный такой крем для век на ночь я использую для век вот такой крем от pierlico он у меня в холодильнике стать поэтому такая ледяная баночка маленькая у меня он уже заканчивается очень хороший питательный крем я его наношу густым таким слоем даже как маску он у меня впитывается и отлично отлично просто выглядит веке на утро потрясающий кремик с удовольствием пользуюсь на ночь я использую вот такой крем от mix it forever young cream тоже он у меня уже вот столько его осталось натуральный крем очень приятный и кожа очень хорошо выглядит после этого крема поры не забиваются хороший крем с удовольствием им пользуюсь и сейчас неделю практически я использую такой аюрведический крем от фирмы clear win этот крем от пигментации излишней он также способствует тому чтобы темные круги под глазами в общем светлели тоже им пользуюсь пока пока он мне нравится за неделю я вот столько использовала в нем 25 миллилитров всего очень бюджетный крем пока не могу вам его советовать так как не знаю действует он или нет через месяц я думаю будет видно осветлились пятночки или нет так следующий вопрос следующий вопрос от олеся первый вопрос как ты планируешь уборку в один день или по зонам в разные дни уборка у меня чаще всего происходит в один день и если у меня такое настроение есть чтобы убраться дома пропылесосить потереть пыль помыть полы везде как-то распределить все собрать все в одном месте у сына в комнате там навести порядок он себя на столе так чуть-чуть наводит но в основном убираюсь конечно так глобальная белье разобрать покладить гору целый белья у меня это все происходит в один день наверное это неправильно лучше использовать скорее всего систему fly леди которая зонирована именно уборка идет но у меня так не получается почему-то все в один день второй вопрос дарите ли вы сможем подарки на новый год друг другу дарим дарим подарки в этот новый год я уже знаю что я подарю своему мужу я не знаю что подарит он мне мы обычно не говорим до нового года что мы приготовили друг другу но подарки мы обязательно дарим следующий вопрос хотелось бы узнать есть ли в вашей семье какие-нибудь традиции на новый год я в каком-то видео уже говорила то есть отвечал на этот вопрос у нас как происходит обычно новый год новый год мы обязательно встречаем дома все вместе а потом уже после этого можно идти куда угодно в гости погулять куда-то не знаем какие-то мероприятия в общем всегда по-разному но вот этот момент именно когда старый год переходит в новый год мы встречаем дома загадываем желание выпиваем шампанское и вот как-то так происходит в этом году я не знаю как у нас получится но в этом году мы планируем на вообще встретить новый год не дома это будет наверное второй мой новый год первый новый год вне дома я встречала с мамой несколько лет назад и этот вот будет новый год если получится то вторым который мы будем встречать вне дома ну и вот такие вот были вопросы спасибо всем кто их забыл я с удовольствием просто ответила на них надеюсь что вы посмотрели это видео те кто задавал вопросы надеюсь что это видео как-то дало бы мне какую-то новую информацию сегодня я буду его заканчивать всем еще раз спасибо что посмотрели это видео до конца до скорых встреч новых видео роликах и всем пока